Отлично. Я тогда попрошу вас еще прокомментировать, пожалуйста, сравнение размеров пособий по непосредственно уже на содержании детей. Да, я тоже увидел тут комментарии в YouTube и хотел бы рассказать об этом. Отлично. У нас на данный момент в Казахстане как бы платят 16 тысяч тенге на первого ребенка, а уже дальше на каждого ребенка это пособие растет. А вот в первый же год реформ ДВК пособие на одного ребенка уже будет 25 тысяч тенге. И будем ежемесячно платить уже на каждого ребенка до 4 лет. И, соответственно, за 4 года этот размер выплат увеличится до 40 тысяч тенге. И, к тому же, мы все знаем, вот именно в нашей бедной стране, к сожалению, обе родители вынуждены работать. И часто как бы каждый год почти что можно сказать такие случаи трагические, например, как сестра Ситер или в этом же году, в начале года было, да, еще опять-таки в одной семье тоже дети сгорели заживо. Это все, например, показывает наш уровень бедности нашей страны, когда вот многоэтажки даже, опять-таки, топятся углем. Когда бы вот, например, вроде бы у нас газа очень много, но мы топим угли все еще. И, извините, я немножко перенесил. Хочу добавить, потому что Ильдов сказал, хотел бы, те, кто не знает, по пособиям. Сейчас государство платит за одного ребенка до года 16 тысяч тенге, а если у вас четверо детей, то всего 25 тысяч тенге на всех четверых. То есть, фактически, до года только платят, а если вашему ребенку больше года, независимо от того, какое количество у вас там, 10 детей, 20 детей, вы все равно будете получать на всех, по сути дела, 25 тысяч тенге. А наша программа предполагает, что до 4 лет включительно вы будете получать за каждого ребенка 25 тысяч тенге. Это существенная разница. И еще, смотрите, на самом деле мы уже по выплатам будем опережать Латвию и Литву. У них 50,70 евро или 25 тысяч, 35 тысяч тенге. Мы планируем довести до 40 тысяч тенге в 4-4 месяца поэтапно. То есть, фактически, мы будем платить на уровне уже этих балтийских государств. У страны такие возможности есть. Понимаете? Плюс еще пособие по рождению ребенка. Тоже это 200 тысяч тенге будет. Сейчас пособие выплачивается на рождение ребенка. Да. У нас значительно меньше в Казахстане. Где-то перевести порядка 220 евро. Мы будем платить 400. И это соответствует выплатам, которые есть в балтийских государствах. То есть, разница пособий для детей огромная. Плюс мы до 4-х лет включительно. Но надо иметь в виду, что в балтийских государствах эти выплаты платятся вообще до 20 лет. Но мы, почему мы сделали до 4-х лет? Потому что наша программа рассчитана на 4 года. Мы не будем и не должны наши какие-то планы перестраивать на будущее правительства. Если кто-то придет, победит в следующих выборах после нас, то они не должны брать на себя эти обязательства. Может, они считают, что не смогут выполнить. Поэтому мы установили срок 4 года. И для детей до 4-х лет включительно мы установили эти выплаты. Продолжение следует...